Есть такое ощущение чего-то нового, с одной стороны, но с другой стороны понимаем, да-да-да, еще не все успели доделать, но с другой стороны понимаем, что в принципе мы наконец-то вернулись туда, куда и должны были вернуться. Реконструкция здания словно подарок к Новому году. Мастера поставили свой собственный рекорд. За три месяца сначала разобрали, а затем буквально с нуля возвели половину сооружения. Это осенью, в дожди, зимой, в мороз. Цена сбоя графика была слишком высока. Подготовка легкоатлета Сергея Шубенкова к главным стартам четырехлетия. Особенно Сергей Александрович, если бы не губернатор, то, конечно, да, этого бы ничего не случилось. В принципе, конечно, тут понятно, что было все в плачевном состоянии уже очень-очень давно, но наконец-то свершилось, сдвинулось с мертвой точки. И на удивление, что нам, в принципе, вот этого помещения для того, чтобы зиму пережить, то вполне себе достаточно. Остаются зимовать здесь, в Манеже училища Олимпийского резерва. Оказалось, что вариантов, где еще можно было провести точно такую же подготовку, в крае просто нет. План с переездом в Манеж политехнического вуза личный тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов не рассматривал изначально. Все из-за покрытия дорожки в заплатках. Отсюда высока вероятность травм. Вот, собственно, у меня уже буквально два дня, я еще думал, почему. Реально очень приподнятое настроение. А сегодня особенно мы уже начали как бы заносить инвентарь. Ребята с утра хорошо поработали, скамейки, все вот то, что вот барьеры, маты. Это шикарно. Вот, вот сейчас даже какие-то будут оставаться вещи, которые нужно доделывать. Будут здесь там разметочки, туда-сюда. Но мы уже здесь, и мы работаем. Все началось еще в середине лета. Именно тогда легкотлетам сказали, что здание планируют снести. В середине 90-х объект построили сами преподаватели, потому в документах нигде не значился. Ремонтировали тоже за свой счет. Бег между тазами и ведрами стал частью любой тренировки. Точку в истории поставил лично губернатор региона, когда выделил более 5 миллионов рублей на реконструкцию. Потолок все еще не доделан, не доделана крыша. Оставшуюся часть работ мастера обещают завершить до конца этой недели. Это мелочи, говорят сами спортсмены. Главное, что здесь теперь вновь можно тренироваться и брать барьеры уже не политические, а спортивные. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.